только что пришло сообщение ребята не приходят сообщение прямо на телефон италия потеряла контроль над короной скорее всего что нас тоже францию закрыли германию закрыли ой ой и нас закроют и вас закрут ладно домываем посуду а мы продали все что осталось с обеда две котлеты и два куриных такие инвальтини называется короче завернутые панчетти две зеленки можно сказать что это уже можно выбросить свои немножко томата остальное продалось решила я все-таки пообедать за зря стефани очистила выключила эти для гамбургеров включаем эту вытяжку она будет как провода такой у меня сегодня обед какие-то на все разобрезалось надо помыть спаржевая фасоль которую стефани очистила и 1 котлет 8 на фасоль насыпаем еще сыра я люблю чтобы пармезан так вкуснее белый снегом такой у меня сегодня обед маленькая тарелочка плюс 20 а у нас выходным опять тучки набегают опять нам дождик обещают что ребята раз такие вот делишки грозятся что могут все закрыть я думаю что они съездить ли нам к парикмахеру как посчитать это что-то меня прошлый раз девочка так вот у постригла не постригла боже нашу моя рожа похоже хорошо что этого никто не видит ладно попытаюсь добраться до джунгли позакрывают нафиг все парикмахерские в первую очередь что такие дела видите здрасте как вроде бы как чтобы ворота открыли так ладно пойдем против шерсти увидимся ну ладно 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 все в работе с половиной что на сфорбичатと思ово сверху и в в и и и и А где тракон спланчу? Я толерой от зеро! Пропрою от зеро! Ма че карабинери! Ма че карабинери! Ма че карабинери! Браво, Джулия! Это все мои волосы, ребята! Лисая! 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 Палько заремасто! Не ругайте меня! Кресло на улице стоит Сейчас сяду и буду Сидеть себя демонстрировать Короче, обрезала челку Но я все равно ее буду наверх Вроде как без щелки Нельзя на улице идти без носки Вот так вот Говорю, стриги все Потому что Видите, какие короткие волосы получились? Вообще! Не одна скорая, две орут Опс! Ну как-то так Челки практически нет И если ее опустить То ее практически нет Я ее буду держать вверх Вот так вот Раз! И ее нету Хвост собрала, завязала Хвост остался Остался Так что все, ребятки Ха! Ха-ха-ха! Вот дурочка! Так Это красная зона Кармельяна Видите Ну сейчас масок нельзя по городу снимать Сейчас ты должен быть в маске Только в машине вот я сейчас села Имею право ее снять А так нельзя Иначе штраф, ребята А штраф 400 евро Вот А я сегодня денежку получила Не всю, конечно, но частично И то радует В конце месяца получить А за какой же я месяц Деньги получила? Ой, это Это у нас уже ноябрь на носу, да? Ноябрь То есть это Получается я за сентябрь деньги получила Я уже не помню, вы понимаете Нам как-то так Непонятно, как нам платят Мы уже сами не знаем А пособие по безработице пришло за июль То есть я два раза деньги получила, понимаете? Да Так что богатый Буратино решил по этому поводу Сгонять в поликмахерскую Мы только что Джулии такое дело сделали Она пробивает кассу А у нее вылетают 90 евро вместо там 15 Надо было этот кассовый чек аннулировать Она говорит Помогите Короче, всех клиентов, которые заходят Просит помогите Там есть специальный номер По которому надо звонить И с тобой на телефоне сидят И в общем помогают Как Ну Юля Джулия Юля Ну Юля она Юля Она я в Африке Юля Не успеваем Ну ладно Короче Она как спросила у него на полукитайском Как аннулировать этот чек Этот чек То я поняла Что действительно ей надо помогать Ребят Зашла одна эквадарианка с ребенком Она ей дала свой телефон Давай мы По телефону с этим пацаном А она не видит Ну она ж кассы не знает Не делала девочка Он ей говорит Сторну это ну там где возврат Я я подрываюсь А у меня Джулия как раз сушила волосы Я подрываюсь Я то знаю где на кассе Сторна где какие кнопки Она не может найти Я говорю Да вот же она эта кнопка Джулия говорит Давайте уже вдвоем Я говорю Ну давай вдвоем Она берет третьего клиента за это время Стрижет мужика Я с мокрой головой В общем короче Несколько раз ошибались Потому что там Вместо нуля там единичку нажала Еще один чек выпал В общем короче Пять раз возвращались назад В итоге Аннулировали мы этот чек ей Потому что Потому что На 90 евро Там только Практически 17 евро Надо было Уплатить Подоходного налога Я говорю Я ошибаюсь Я говорю У меня тоже такое бывает Ты просто потом Клиентам не выдавай Эти чеки Не пробивай кассу А таким образом Ты их вернешь Чтобы вот это вот Не растягивать Ты все равно эти деньги Заработаешь По концу дня Поэтому Ну сейчас конкретно Народ конечно Двинулся в парикмахерские ребята В основном Все сидели красились Поэтому пришлось ждать долго Так что Вот так вот Вкратце рассказала Какая у нас Ситуация На сегодняшний день Там Наш премьер Конте В маленьком шоке Ну сейчас Будем разбираться Потому что У меня новости На телефон приходят И одна за другой Я не успеваю их читать В парикмахерской Еще и без очков Ну в общем Как то так Дела неважные Францию Францию говорят Закрыли на месяц Ну я думаю Что это будет На дольше Чем на месяц За месяц Эта вся фигня Не утихомирится Аж никак Так что ребята Запасайтесь Продуктами Деньгами Чувствую до нового года Мы сидеть дома Просто Просто обязаны Я уже сегодня Своим на работе Сказала Говорю так Если будем закрываться Чтобы вы знали Вот это все мясо Все что есть в холодильниках Мы его оставлять не будем На крайний случай Мы его выкупим По сниженной цене У наших же работодателей И позабираем Все по домам Ребята Все равно нам ходить За покупками А перемораживать Эти продукты Ну нет просто смысла Я закупаюсь Буквально на три На четыре дня Вперед Чтобы у меня Ничего лишнего не было Как это было раньше И До побачения В общем вот так вот Осторожничаем Хотя конечно Духом мы не падаем Ну Остановят так остановят Хотя сейчас Еще Еще такая фишка Итальянское правительство Пообещало До 15 ноября Порассчитываться С нами всеми С работодателями Короче Повыдавать там кучу денег Ну Из-за того что творятся Везде очень страшные Беспорядки Это Неаполь Это Милан Это Рим Это Да И в Генуе тоже были Там Тут Конкретно люди Пошли Бомбить Полить витрины Грабить магазины В общем Такой беспредел Пошел немножко Как я видела В Штатах Поэтому правительство Чтобы Немножко успокоить народ Сказали что Сейчас начнутся выплаты Ну Посмотрим Начнутся Не начнутся В общем надо готовиться К худшему На бога надейся Козла привязывай Так что Привяжем и какого-то Козла возле холодильника И будем его Потихоньку доить Да Ой не знаю Мы так в парикмахерской Наржались Женщина с Девочкой пришла И сидела Говорит Боже Юля Говорит с меня С оранжевого апельсина Говорит Сделала красотку Я говорю Ну так теперь говорю Муж дома есть Она говорит Да есть Говорит Ему главное Жрать на готов Этому мужу А сама говорю Одевай каблуки И вперед Говорит Куда глаза глядят Она говорит Да еще говорит Загар бы сделать Я говорю И без загара хороша Ой кошмар Короче Все на позитиве Все ржем У всех хорошее настроение Ну а что делать Ребята Первый день живем чешу Чемало чего кому должны Так что Не расслабляемся Все ребятушки На этом Всем пока Вот такой вот репортажик получился Нечаянно Редактор субтитров Субтитры сделал DimaTorzok